Дамы и господа, это пиздец, это лучший канал про арму, который я видел. Он играет в Paradis Live, то есть это мод про войну с бандитами для армы, симуляция реальной жизни. Это как GTA, только круче. Смотрите канал, подписывайтесь, я подписался. Я вот эту тему люблю, я её ещё на Твиче смотрел очень давно, когда-то всё только развивалось. Вот это арма и так далее. И сейчас мне это очень интересно, потому что это угар, это как симуляция реальной жизни, ловля бандитов и всё это как будто в реальной жизни, только в игре. Ну, в общем-то, я подписан, всё, ссылка в описании, переходите. Ну, побыстрее уже, ну, я жду, ну, зачем я-то засунулась, ты на него не кликаешь, это засранец. Всем привет. С вами Евген. Ранее было видео, да? Напишите в Net by Net, что нефиг, блядь, отключать интернет в Курске на всю ночь. Я им писал, я сказал, что я не я, хата не моя, где мой интернет. Мне сказали, что, ну, хата не твоя, ничем не можем помочь. Но, в принципе, по Курску авария до 4 утра. Я такой, да ну нахуй, я пошёл спать. В общем, поэтому видео не было. И всё это очень грустно. Я грустный, нет, я весёлый, мне уже лучше. Я, наверное. В общем, мы идём играть в доки-доки. Извините, что я одет, я оделся, раздеваться. Понимаете, у меня есть такое правило утром. Если я оделся, мне уже лень раздеваться. Должен кто-то прийти, чтобы меня раздеть, потому что иначе я не разденусь. Блин, чё так жарко? Я пытался закнуть окна, чтобы не было сильно светло, чтобы моё лицо не превращалось в световую кашу. Но, ребят, реально жарко становится, если я закрываю окно. Просто тут балкон странный, я уже говорил, тут очень всё странно. То есть, твою мать, вроде сейчас, не знаю, на улице 17, закрываю окно, на балконе у тебя плюс 25 становится. Ладно, ребята, давайте приступим к делу. Просто квартира очень тёплая зимой, это, наверное, хорошо. Приступим к делу. Разъебите кнопку лайка, если вы готовы приступать к делу. Внезапно мы продолжаем играть в дождевые тучи. Тот самый мод, который я так и не прошёл для доки-доки. Сколько я уже прохожу? Год? Нормально. Внезапно я услышал, как кто-то бежал ко мне. Мне кажется, это был стрим Евгена. Очень хочу застримить, может быть, сегодня, в день выхода этого видео. То есть, это 16 мая. И ещё в ближайшее время хочу поехать уже вызволять котика. Потому что без котика мне плохо. Ох ты, это ж она, суки, мы же в кино шли. Вот ты где! А мы разве не должны встретиться у кинотеатра? Должны были, но я хотела встретить тебя. У твоего дома у Нацуки хочет вычислить, где я живу. Но ты уже ушла. Она ведёт тебя по-другому. Когда картоха не рядом. Почему она так хорошо ко мне относится? Она же должна ненавидеть меня за то, что я провожу время с ним. Хе-хе-хе-хе. Ой, прости. Я была так взволнована, что... Так что сразу ушла. А, ладно уже. Ну, готовы идти? Конечно! Мы вдвоём пошли в торговый центр. Нацуки что-то напевает себе под нос. Она напевает... Хе-хе, Моника. Хе-хе, Моника. Последний раз, когда у меня был секс в кино... Твою мать, о чём я говорю? Последний раз, когда мы вместе ходили в кино... Был пару лет назад. Хотела бы я насладиться этим временем с Нацуки. Я должна... О, я думаю, Сайори хочет насладиться... Мокрой Нацуки на заднем сиденье кинозала. Интересно, лесбийские игры в кинотеатре. Кто будет сверху, а кто снизу? Как вы думаете? Кто будет доминировать в этой сексуальной битве? Я должна забыть обо всём на время. Нацуки... Ох, ты новый задник. Это интересно, это с бесконечного лета или откуда вообще? Да, я знаю, бесконечное лето. Пацанское лето. Да, я буду играть. Да, когда... Я не знаю, но скоро буду. Ну твою мать, сука. Сука. Конек скачет у меня на голове. Нацуки иногда останавливают, чтобы взглянуть на витрины. Ого. Эта рубашка выглядит так мило. Эта рубашка дровосека. Которая носит вообще каждый второй, потому что это модно. Мило? Ой, нет, хотела сказать, что это... Тебе нравится? Не так ли? По правде, меня никогда не волновала одежда. И как это выглядит? Ой, блин, Сайори моя сестра. Я тоже не сильно бесп... Я не знаю, я не люблю как тратиться на вещи для себя. Я люблю больше тратиться на других людей. Мне приятно, как бы, приносить подарки, там, дарить что-то. Для меня это просто, как, знаете, необходимость. Мне просто вот надо. Я просто беспокоюсь, что мне носить, а не как-то смотрится. Мне действительно нравится это. Эй, хе-хе. Ты так думаешь? А что? Она задумалась на мгновение. Нет, забудь это. Прости. Можешь сказать, если что-то не так. Может, ей скучно тут? А может, она хочет пойти домой? Ой, ладно. Так, мы в кино пойдем. Мы вроде как хотели пойти на Дэдпула 2. Ой, точно! Я, блин, хотел заказать карту Тинькоффу, которая есть скидка 10% на походы в кино. Но, блин, раз у меня уже есть карта, они мне ее, короче, присылать не хотят. Надо будет им позвонить, спросить. Ребята, можно мне все-таки карту с Дэдпулом? Блин, скидка 10% на 3 месяца в кино. Это все-таки нормально. Кинотеатр стоял рядом с магазинами, где мы были. Так много фильмов на выбор. А что бы ты конкретно хотела посмотреть? Я пересмотрела все фильмы, которые были в прокате. Даже не знаю, что бы я хотела. Не на такси 5 же идти на эту хуету. Ох, даже не знаю. Ты могла бы сама выбрать. Уверена, что ты выберешь холосый. Она посмотрела на брошюры и ткнула на одну из них своим деревянным членом. Да, ребят, я сижу внутри деревянного члена. Я знаю, вы хотите, чтобы это было так, да? Это стенка деревянного хуя, в котором я сижу. Я как матрешка, знаете, я сижу внутри деревянного фалоса. Меня это устраивает. Да, и это моя дверь. Я могу ее открыть и просто выйти отсюда. И, блин, было бы так классно, чтобы я открыл дверь и сюда вбежал мой кот, запрыгнул на стол, а потом выпрыгнул в окно. Блин, нет, мне окно придется закрывать, потому что балконная дверь не закрывается из-за проводов, а киса, если зайдет сюда, то он захочет прогуляться в окно. Потому что он кит. А тут 8 этаж. Все, пропалил, где я живу, да? Все, очень фанаток 8 этажу. Только вы не знаете, где я живу. Я все перееду отсюда, мне пофиг. Я могу от этого даже назвать. Я теперь перееду ближе к центру. Вот этот. Выглядит интересным. О чем он? Ну, это аниме. Тебе нравится такое? Я не особо с таким знакома. Но Картоха смотрит тонны этого аниме. Это же не может быть плохим, раз Картоха смотрит. Понимаете, это как в школе-тюрьме. Человек, который смотрит аниме, не может. Плохим быть не может. Конечно, нравится. Я читал об этом аниме пару дней назад, что оно хорошее и очень грустное. Прямо такое же грустное, как типа там отними закатное небо руками поцелуев или как оно называлось. Я так не сходил на него. Очень печально, кстати. Очень хотел. И ты еще сказала, что ты горьковато сладкие вещи любишь. То я подумал, что ты это оценишь. И я не особо-то и хочу смотреть что-то грустное. Но раз нацуки так сильно этого хочет, то я не могу ей отказать. Могли бы на трешак пойти и тупо на заднем ряду пофаниться. И все, зачем? Зачем идти на что-то нормальное? Еще она думала обо мне, когда делала выбор, чтобы мне понравилось. Это так мило. Спасибо, нацуки. Ну, короче, думаю, тут повествуется о девушке, которая любит пианино. Это отсылка на Монику. Но после смерти матери она перестает играть. Отсылка на Монику? Глубокая отсылка на Монику? Потому что Моника тоже любит пианино. Глубокая отсылка на парк Юрского периода 2, который я очень хочу посмотреть в июне. И однажды она встречает одного паренька, Женечку, который талантливо играл на скрипке на своем писюне. И она продолжила играть из-за него. Она влюбляется в него. Ей правда так нравятся любовные истории? И не говорите мне. Ну вот, слышала, что это хороший фильм. Хотела бы посмотреть? Конечно, звучит классно. Еще ты любишь смотреть аниме. Если ты говоришь так. Ну, и к тому же я действительно люблю аниме. Сенте Акрисмасу. Мы пошли в кино. К счастью, мы тут единственные. Блин, все? Это кино кончилось? Где был кино? Я хотел кинозал увидеть. Я хотел, типа, фотку Мираж Синемы. В какое кино ходишь ты? Ставь лайк, если ходишь в Мираж Синемы. Разъеби кнопку подписки на мой канал. Давай, сделай это. Этот фильм. Он был замечателен. Как-то странно себя чувствую. Это не грусть. Но это и не радость. Это то, что называется слащаво-горьким чувством. Это то, что Саша называет. Спермой у меня на губах. Я посмотрел на Нацуки. Спасибо, Нацуки. Это было очень классно. Правда? Я бы больше хотел с мальчиком. Но и ты сойдешь на первое время. Ой. Да, без проблем. Это я так говорю всегда. Да, без проблем. Все нормально. Воу. Нацуки, что это? Слезы? Нет. Это просто... Это просто у меня лицо вспотело. В зале было 35 градусов и не работал кондиционер. Еще у меня вспотело между ног, но это не важно. Я даже и не знал, что Нацуки такая чувствительная, когда прикасалась к ее промежности. Я уважаю ее за это. Согласна с тобой. Это последняя сцена. Можно было почувствовать, что девушка уже смирилась с судьбой, но грусть еще осталась. Это хорошо было сделано. Это сочетание эмоций было невероятным, как Николай Соболев. Знаешь, рада, что ты поняла всю глубину сюжета. Думала, что ты посчитаешь меня странной, потому что мне нравятся фильмы такого жунра. Почему она сейчас смущается? Она ебанутая? Нет, я очень уважаю то, что ты смотришь, а фильм был классный. Спасибо тебе, Нацуки. Ну ладно. У нас еще немного времени, пока не стемнеет. Думаю, можно было бы что-нибудь попить. Например, Балтику-девятку или Львивская 17-15. С Блейзером. Она хочет провести со мной больше времени за бутылкой пива? Почему же? Я так благодарна. Замечательная идея! Она вытерла глаза. Как я сама еще не заплакала? Я, кстати, вот немножко начинаю быть на мокром месте, когда вижу, что кто-то другой плачет. Я вот не могу, знаете, смотреть на плачущие, на мокрые глаза. Вы можете, вот, понимаете, как кто-то перед вами плачет? Вам не хочется самим плакать? Я стал слишком чувствительным в последнее время. И все такое. Да, ребят, я закрою все-таки окно. Мне жаль за свет. Я знаю, что он такой, но я буквально в ближайший, наверное, в ближайший... Сейчас какой день недели? Я вообще не знаю. Ну, в ближайшую неделю, наверное, я уже поеду за своим осветительным оборудованием. Игра умерла? Твою мать! Игра померла, ребята! Все, смерть! Запускаем ее обратно. Поеду за своим осветительным оборудованием. И все будет нормально. Твою мать! Мне что, переигрывать? Вы издеваетесь? Они издевают... Может, это потому, что я понимаю, что все происходящее в фильме фантастика? Is this the real life? Or it is just fantasy? И нереальное. Я потрясла головой и пошла за Нацуки, которая шла к ближайшему кафе. Нацуки заказала апельсиновый сок. Я купил... Зачем заказывать в кафе апельсиновый сок? Разве что только свежевыжатый? Он же там-то переплачивает. Знаешь, меня один раз, кстати, жестко наебали на сок. Я помню, я заказал апельсиновый сок и вижу, как просто там бармен или кто... Как их там называют в ресторане? Тупо берет сок... Ну, знаете, вот этот сок Я. На котором написано свежевыжатый. И просто наливает мне в стакан, типа, на... Я просто... Я реально думал, что он свежевыжатый нальет. Ну, то есть, возьмет вот этот апельсин, насадит его на вот это... Крутящийся член и выжмет из него его естество, его соки. И этого не произошло. И мне хотелось даже потребовать деньги, сказать, что... Ребята, это что? Это как вообще? То есть, может быть, у вас и макароны будут из холодильника, которые вы вчера варили, а? Саша. Мы вдвоем сели за стол. И опять мы тут единственные. Это немного странно. Тут должно быть больше людей, так как сегодня середина недели. Нацуки потянулась на стуле и сделала глоток сок. По-моему, не глоток сок, учитывая какие звуки я издал. По-моему, она там кончала. Выглядит счастливой, Нацуки. Ну, как кончала? Получала некое удовольствие или нет? Естественно. Я всегда счастлив после просмотра фильма. Это про меня. Я всегда счастлив после просмотра фильма. Особенно, когда я с любимой девушкой туда хожу, и мы бухаем. Счастье действительно так работает. А ты как? Я тоже счастлив. Мне очень понравилось побыть с тобой сегодня. Знаешь, давненько мы так не проводили время. Надо будет сказать ей сегодня, что мне очень понравилось побыть с тобой сегодня. Сказать цитаты из Доки Доки. Это не то, что я думаю на самом деле. Ладно, это не важно. Сайори, прости. Знаю, это не мое дело, но в последнее время ты ведешь себя немного странно. Ты как-то пытаешься быть ото всех подальше. Нервничаешь? Знаю, что я не та, с кем бы ты хотела пообщаться. Но если что, я тут. Хорошо. Почему она говорит об этом? Меня раскрыли? Мое сердце тяжело стучит. Я напугана. Если она поймет, то все кончено. А что ты вообще говоришь? Нацуки, я полностью в порядке. Почему ты так подумала? Ну, я не знаю. Думаю, что картоха связан с этим. Поправь меня, если я ошибаюсь. Но вы же дружили с детства, да? Как она так легко поняла, что я чувствую? Это пугает. Эхе, пизда. Прости, если это звучит немного тупо, но... Тебя что ли не волнует, что он проводит время с нами? А откуда она знает об этом? И так легко читаемо? Ну, это очевидно. То есть, я думаю, заметно, что Сайори чувствует себя немножко неудобно из-за всей сложившейся ситуации. Нет, конечно, я хочу, чтобы картоха подружился с еще кем-нибудь. Так что... Сегодня, ребята, я распускаю волосы прямо на видео. Ой, тяжело распустить волосы. Ребята, дайте время. Дайте время. На все нужно время. Мои волосы свободные. Они парят. Они летают в воздухе, как ангелы. Я вспоминаю молодость, попивая для Алина Раш. Блин, я скучаю по старой банке. Помните, которая черная была? А сейчас она такая с желтизной. Найти бы старую банку и поностальгировать. Пусть раньше тоже было лучше, кстати. Апельсин, а я прям оригинал хочу. и настало слишком много ребят и нет конечно а это я уже прочел ну тогда если это так она выглядит такой смущенный что она хочет сказать я как-то побаиваюсь она глубоко вздохнула что я скажу тебе я люблю картоху ну все из-за да что что она я уже это знала но услышать это от нее почему не так больно это слышать вот почему она хотела провести со мной время я просто для нее как конкурент сайори все в порядке я посмотрел на нее и улыбнусь я уже знала это нацуки что значит я знала это было очевидно и буду честный думаю что картоха тоже ценят себя почему я такая веселая и хочу прямо сейчас плакать потому что это уже не фильм это тупо игра доки доки это реальность я не могу ничего изменить я не могу изменить то что только что услышала и все же нормально да конечно же вы в твоем выглядите замурчательная ой простите пожалуйста я не хотела нацуки вздохнула и улыбнулась вот сейчас скажете вот евген портят атмосферу в играх вот другие ютуберы не рыгают я не знаю другие ютуберы наверное грёбаные андроиды рептилоиды потому что я нормальный человек я рыгаю пержу постоянно не знаю мне хочется писать и как это чуваки я человек ладно у меня есть свои желания и потребности возможно их даже слишком хорошо видно на видео но твою мать нацуки вздохнула и улыбнулась я думал ты меня возненавидишь я бы никогда так не сделала я просто хочу чтобы картоха был счастлив а что люди думают обо мне я поддержу тебя в любом случае ни за что не буду тебя ненавидеть ну спасибо тебе саюри она допила свой сок и у нее встал мне уже пора идти спасибо что пошла со мной мне так понравилось проводить с тобой время конечно увидимся завтра нас улыбкой вышла из кафе оставляя меня в одиночестве за столом я даже еще не дотронулась до сика я не хочу сикать я встала и вышла из магазина даже не сделав глотка блин она проебала 80 рублей на свежевыжатый твою мать саюри богатая сучка я не знаю это нормально что когда проходил мимо бургер кинга там был столик и на нем лежала недоеденная картошка я хотел ее взять и съесть то есть в макдональдсе я так и сделаю помню я сел за стол там на соседней была недоеденная картошка тупо хапнул ее и тупо тупо стал жарать может быть я еврей реально я такой жадность что я вижу картошку недоеденную я такой надо съесть стало уже так темно как долго мы были там я посмотрел на дом картохи ставь лайк если тебя так было что ты видишь картошку в бк и тупо съедаешь я посмотрел на дом картоха я вижу его тень в окне вроде как он сидит своим столом может мастурбирует я тоже должна помастурбировать у меня вообще нет ни мотивации не вдохновения на образы для мастурбации мне даже не хочется читать ванильных девах я вошла в свой дом на сути влюблена в картоха почему в это так сложно верить ведь неделю на взад все было совсем иначе it was not the same думаю люди уже начали догадываться о моих чувствах я так устала я не могу так продолжать но я должна пусть и не хочу кончать я не хочу добраться до финала так скоро картоха так близок к своему счастью я не могу лишить его удовлетворение я села за свой стол и взяла ручку нет нет я не как юрий я не хотела засовывать ее к себе в киску в свою водичку думай думай я не могу найти вдохновение чтобы что-то написать думаю может аниме сможет мне помочь в этом я смогу найти вдохновение хочется отвлечься от всего сейчас я включила свой ноутбук и проверила последние релизы как их тут много если бы только на сути помогла мне выбрать какую категорию мне выбрать романтика что действительно грустно что-то про музыку а где категория порнуха бонга камс бразер стиви юарэп русская ночь где эти категории где нормальная нормальные романтик будет выключила первое что было в списке я посмотрела описание история о двух подростках которые живут вместе однажды поменялись телами мальчик в девочке по-моему так назывался воздействуя на жизнь друг друга звучит интересно я откинулась и начала смыть постой саюри почему ты так рано откинулась может быть саюри имел ввиду что озона откинулась я тихо закрыла свой ноутбук из dns за 5000 рублей кажется я поняла почему нацуки нравятся подобные фильмы у нее фетиш на романтику хотела бы я измени изменить другую жизнь как в этом фильме но я знаю что это невозможно наверное я почувствовал вдохновение я взяла простите еще раз паскал правда я взяла ручку и спешки начала писать стихотворение если бы не была я собой ой я случайно пропустил стихотворение я вздохнула получилось не так хорошо как и как-то коротко а у меня выросли огромные усы во все лицо но у меня нет сил все переписывать да это тоже неплохое серьезно нам было нормально я запихнула его себе в задницу и села на кровать в моей голове витали мысли о нацуки картохи почему бы мыслим не уйти я приняла это это и должно было произойти я легла устала мои глаза медленно закрылись и больше не открывались никогда и как тот твою мать моника хэй хэй моника хай ждала меня конечно же тебе наверное сломали сердце человек с которым ты пыталась побыть уже с кем-то другим и дрочит только на нее разве ты ненавидишь их нет ты должна ненавидеть себя потому что шоу шука можешь ли ты представить сколько времени отняла у картохи тебе должно быть стыдно однажды ты ответишь за свою дерзость ты ответишь за то что была таким хорошим человеком ты правда думаешь что будет лучше просто потому что он вел себя хорошо с тобой друзья пользуются тобой а ты пытаешься сделать их счастливыми ты никому не нужна пойми же наконец ты даже не пытаешься сопротивляться этому ты знаешь что я говорю правду просто оставь все бесполезная девочка cest fin она ушла мне не хочется открывать глаза что если она еще тут что если тот кого я видел вчера ждет меня я так устала быть параноиком мне уже сложно плакать не хватает слез а мне не хватает времени закончить это видео ребят всем спасибо за просмотр на этой грустной ноте я произвожу сохранение контента и заканчиваю данный видеоролик мы продолжим завтра в следующей серии есть все в моей жизни будет хорошо я продолжу сегодня вечером играть другие моды я обещаю я поздравляю assureю что я DK до встречи я а а Субтитры сделал DimaTorzok